Преображение Господне – один из 12 величайших церковных праздников, напрямую связанных с земной жизнью, проповедью и крестными страданиями Иисуса Христа. В этот день во всех православных церквях мира проходит торжественное богослужение. Здесь, в Самарском храме, в честь святого Спиридона Тремифунского, литургия проходит прямо под открытым небом, поскольку храм новый, и сейчас внутри идут отделочные работы. На литургии вспоминаются евангельские события, когда незадолго до своих страданий Иисус Христос и трое его учеников взошли на вершину высокой горы, где и произошло чудо-преображение. Одежды его сделались белыми, как снег, а лицо просияло ярким светом. Мы с вами видим, что Господь показывает, что Он не чудотворец, Он не человек. Он показывает, что именно Бога – человек, поднимший на себя природу нашу немощную, воплотившийся в Бог Слово. Мы с вами слышим это через слова Бога Отца, который говорит «Это мой Сын возлюблен, о нем же его послушать, о нем же благоволих». Ему поклоняются Христу величайшие святые Ветхого Завета Моисей и Илья. Мы должны преображаться, внести в себе добро, любовь, ну вот все, что нужно людям, и жить по заповеди Божьим, и все тогда у нас будет, и Россия воспрянет. Преображение Господне в народе называют «яблочным спасом». Понятное дело, что к яблокам сам праздник не имеет никакого отношения. Просто в это время созревают плоды нового урожая. И с древних времен существуют благочестивые обычаи в этот день освящать церковным чином овощи и фрукты. Благослови, Господи, плод сей, плодный новый. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Благослови. Благослови. Субтитры создавал DimaTorzok